приветствуем вас на канале мясорубка свежие новости подъехали начинаем крутить фарш и так наша дорогая европа расхрабрилась и решила все-таки конфисковать российские активы но не основную их часть а лишь проценты которые на них набежали причем и так заведомо понятно что храбрости здесь нет никакой еще полгода назад кристин лагард глава ецб заявила о том что конфискация даже одних только процентов приведет к тому что доверие к евро будет катастрофически потеряна и на этом все разговоры закончились по крайней мере в европе а вот сша наоборот продолжили качать тему тем более что их то как раз устроит крах евро и вот похоже кое-чего они добились ближайшие дни еврокомиссия планирует предложить компаниям получающим дивиденды от замороженных российских активов новое правило перечислять значительную часть этих средств бюджет европейского союза ожидается что такая мера принесет около трех миллиардов евро однако помимо финансовых аспектов появились и другие вопросы юридические и репутационные представители испании бельгии италии франции германии встретились на прошлой неделе с чиновниками евросоюза чтобы обсудить возможность введения налога на прибыль получаемую от заблокированных активов банка россии согласно информации распространенной агентством bloomberg данный налог стал предметом обсуждения может быть реализован ближайшее время такое изменение правил управления дивидендами вызывает много вопросов и затрагивает не только финансовую сферу но и юридическую компании подвергаются риску невыполнение своих обязательств перед акционерами и встречаются с неопределенностью в отношении возможного налогообложения этот шаг еврокомиссии может также повредить репутации бизнеса вызывая реакцию со стороны акционеров и инвесторов рабочая группа одобрила поэтапную реализацию стратегий который включает себя три шага начале будет произведено уточнение объема выплат по финансовым обязательствам затем внешние доходы будут отделены от российских активов средства будут перечислены в бюджет и с и наконец осуществится перераспределение депозитарием ценных бумаг чтобы максимизировать выгоду от их обналичивания помимо этого стоит отметить что большинство ценных бумаг принадлежащих стране хранятся в евроклир за первый квартал 2023 года депозитарий заработал на них целых 750 миллионов евро это свидетельствует о значительном потенциале для получения прибыли от обналичивания облигации всего в наличии около 200 миллиардов евро состоящих главным образом из наличных денег и депозитов но самая значительная часть состоит из облигации которые будут обналичены в ближайшие два-три года по предварительным прогнозам инициатива может принести в бюджет есть порядка трех миллиардов евро выгоды вопросы безопасности связанные со списания процентов замороженных средств российского цб высказанная экспертами вызывают серьезную тревогу вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека иван мельников указывает на то что такие действия не могут считаться законными даже при наличии решений международного уголовного суда в гаги и спч и других инстанций он подчеркивает что эти действия являются нарушение международного законодательства которые якобы и было использовано для блокировки активов это означает что и с игнорирует правые нормы и международные суды что вызывает серьезного опасность для ее репутации и политической стабильности а тем временем стремление сша повсюду противодействовать россии постепенно приводит к очень опасным ситуация например стремление вашингтона любой ценой влезть в арктику может в конечном итоге очень дорого обойтись вообще всем не только сша ты с увеличением военного потенциала нато в арктике россия принимает комплекс мер включая профилактические действия чтобы обеспечить свою безопасность в этом регионе заявил николай корчунов посол по особым поручениям мид появление новых военных возможностей у нато в северных широтах особенно после включения финляндии и ожидаемого присоединения швеции к альянсу свидетельствует о доминировании силовых сценариев стратегии нато в ущерб безопасности других стран подчеркнул дипломат силу своего географического положения и социально экономических интересов россия обладает особым интересом к арктическому региону усиление военных возможностей нато в этом районе может повлиять на баланс сил и безопасности в данной области россия готова предпринять необходимые меры для защиты своих интересов и обеспечения безопасности в арктике том числе и с помощью превентивных действий усиление военно-политической напряженности в арктике из-за неконструктивные линии сша их союзников как отмечает дипломат вызывает серьезные опасения он подчеркивает что такое напряжение требует активной реакции со стороны москвы свою очередь москва будет принимать необходимые меры как указал президент россии владимир путин для защиты российских интересов в арктике и обеспечение стабильности в регионе политические вызовы и угрозы в арктике не только повышают напряженность но и мешают сотрудничеству и развитию региона россия согласно своей внешней политике и стратегии развития арктической зоны будет принимать необходимые меры включая превентивные чтобы обеспечить безопасность и стабильность в регионе а тем временем заявление нато как раз миролюбием не отличаются подготовка на так потенциальной атаки в рамках новых оборонных планов выходит на новый уровень глава военного комитета североатлантического альянса адмирал роб бауэр объявил то в первый месяц после возможной угрозы будет задействовано 300 тысяч военных которые должны постоянно находиться в состоянии высокой готовности альянс имеет возможность использовать дополнительные силы благодаря вступлению финляндии и швеции которые пока еще не являются членами нато силы альянса могут достичь трех с половиной миллионов человек появление новых участников носит перемену в политическую военную картину европы на саммите в вильнюсе в июле этого года были утверждены новые региональные планы обороны альянса однако только сейчас стали известны подробности этих планов они предусматривают не только усиление военной защиты у границ россии но и разработку различных сценариев для противодействия военному противостоянию с рф глава военного комитета отметил что в условиях коллективной обороны не будет времени подготовиться к вражеской атаке который уже может начаться атака будет спланирована противником они союзниками поэтому для того чтобы быть готовыми к возможной агрессии необходимо усиление вооруженных сил высокой степени боеготовности он подчеркнул что дополнительные военные силы обеспеченные союзными странами нато финляндии и швеции будут играть ключевую роль в защите своих территорий они должны быть хорошо подготовлены и оснащены всем необходимым вооружением и боеприпасами подготовка таких масштабных военных сил требует времени ресурсов поэтому глава военного комитета отмечает что необходимо заранее планировать и проводить соответствующие мероприятия по его словам для обеспечения безопасности и недопущения конфликта ряд стран нато включая германию соединенные штаты активизируют военно-техническое сотрудничество и совместные военные учения с другими участниками альянса все эти меры направлены на обеспечение надежной защиты и демонстрацию единства среди стран членов нато случае угроз со стороны рф таким образом новые региональные планы обороны утвержденные на саммите вильнюсе предусматривают не только усиление границ россии но и подготовку военных сил к возможному военному противостоянию с рф страны нато включая финляндию и швецию сосредоточат усилия на подготовке 300 тысяч военных высокой степени готовности чтобы надежно защитить свои территории от возможного вражеского вторжения военно-техническое сотрудничество и совместные военные учения также будут активизированы чтобы продемонстрировать единство и готовность к справедливому ответу в случае угрозы случае возникновения необходимости планируется использование 300 тысяч военных находящихся в состоянии высокой готовности первые 30 дней однако если война продлится дольше возможно задействование дополнительных сил тем не менее в таком случае у нас будет достаточно времени чтобы подготовить оставшиеся военные подразделения интересно отметить что планы нато содержащие 4000 страниц включают не только сценарий реагирования на случай атаки россии но и другие факторы и возможности а одна из них готовность стран нато принять необходимые меры и развернуть военные силы заранее определенных регионах содержание этих планов строго конфиденциально чтобы не раскрывать детали своей стратегии другим странам кроме того альянс стремится увеличить объемы оборонного производства и принять новые обязательства по инвестициям в оборону нато стремится достичь минимального уровня вложений в оборону составляющего 2 процента от ввп чтобы обеспечить свою оборону способность и подтвердить свою готовность к возможным угрозам помимо общих планов следует обратить внимание на региональные планы нато которые предусматривают реагирование на различные виды угроз в них учитываются возможные атаки с воздуха моря суши а также в космическом и киберпространствах региональные планы охватывают три основные зоны север центр и юг который включают северную атлантику арктику центральную европу черные и средиземные моря в рамках планов нато также предусматривается значительно усиление систем противовоздушной и противоракетной обороны альянс стремится обеспечить максимальную защиту суверенитета своих государств-членов и повысить уровень безопасности в регионе это позволит нато быть готовым к решению возникающих вызовов и создаст прочную систему обороны а нам дорогие друзья надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас что приготовить завтра еще свежего фарша